Его клуб в сезоне 2022-23 стал открытием КХЛ и впервые в истории дошел до второго раунда плей-офф. Правда, новый чемпионат приносит все больше разочарования. Адмирал Евгений Лисовса идет на последнем месте в Восточной конференции, и выйти в нокаутраут морякам будет крайне сложно. Все возможно, считает защитник сборной Беларуси. Здесь важно быть единым целым. Жизнь в самолетах, икра ложками, сборная как глоток свежего воздуха. Лисовец интересный спикер, поэтому полчаса общения пролетели незаметно. Это был шанс, это был шанс для адмирала. А может быть еще и продолжится эта атака. Лисовец вновь бросает, и забивает, и забивает Лисовец. Это адмирал, это 1-2 в серии. Март 2023 года, второй раунд плей-офф КХЛ. Евгений Лисовец с кистевым броском приносит победу адмиралу в матче с Акбарсом и сокращает счет в серии. И пусть по итогу казанский клуб и прошел в полуфинал. Для Владивостока сезон получился лучшим в истории клуба. Как часто бывает, результаты положительно повлияли на интерес к виду спорта в целом и к команде в частности. Я думаю, да, есть такой эффект, большой бум. Ну, там хорошие болельщики, на самом деле, поддерживают, приходят, пишут где-то там в магазине, узнают, грубо говоря. То есть все переживают в городе, поддерживают даже и в ближайших городах, когда мы в конце сезона, ну, после окончания сезона там ездили к детям, там еще куда-то, там какие-то, ну, активити различные. То есть, ну, поддерживают люди, любят там хоккей. В новом чемпионате от команды ждали как минимум повторения результата. Правда, со старта сезона 2023-2024 у адмирала не пошло. С этой стороны много людей осталось, и тренера все те же, и в хоккей пытаемся играть тот же, но что-то не получается, не клеится. Поэтому, ну, мы ищем, ищем, никто руки не складывает, все непросто. Ну, последние пару игр, несколько игр, все, ну, команда набирает очки, что-то выигрывает, что-то получается, не все, конечно, но, как бы, руки никто не складывает. Все работают, все хотят выйти в плывов, побороться, то есть, забрать свое, я не знаю, как это сказать. То есть, атмосфера такая рабочая. Спрашивать в первую очередь каждый должен с себя. Соглашусь, что в топ-клубах отношение к рабочим процессам иное, более профессиональное, что ли, говорит Лисовец. Когда ты попадаешь в какой-то гранд-клуб, ну, ты понимаешь, где ты, и ты сделаешь все, чтобы оттуда не уйти. Ты будешь прям, ну, там, доказывать, там, я не знаю, кому угодно, ежесеку до 24 на 7. А, наверное, ну, у некоторых ребят, ну, я замечаю, что проскакивает такая ерунда, в каком-то, ну, в бирале, или там, вот я разговаривал, там, может быть, в какой-то еще команде, которая ниже статуса, как ты сказал, какая-то халатность присутствует, знаешь. То есть, ну, например, там, я не знаю, возвращаешься ты в оборону, там, четыре раза вернулся, на пятый не побежал, тебе забили. Ну, ладно. Ну, вот такое есть, мне кажется, это мое такое мнение. Выезд на Дальний Восток для многих клубов КХЛ – то еще и испытание. Перелеты утомляют, но они случаются пару раз за сезон. У «Адмирала» все наоборот. В самолетах команда постоянно, а еще в разных часовых поясах. Я однократно отвечал на этот вопрос, но это тяжело, да. Ну, блин, ты же понимаешь, куда ты едешь, с кем ты подписываешь контракт и что тебя ждет. Это все должны осознавать, все взрослые люди. И отговорок, блин, там часовой такой, тут на кодол, ну, что, ну, это факт. Уже принимаешь и пытаешься в этом всем вариться, не знаю, восстанавливаться, привыкать. Конечно, не привыкнешь к этому, но принимаешь. Кто-то, не знаю, в самолете, взлетели, поел, лег спать. Кто-то по прилету специально не спит, ждет в темное время суток и уснуть. Кто-то там прилетает, там в самолете чуть-чуть поспал, прилетел, обрубился, проснулся, там что-то походил полночи. Потом по-разному у всех, по-разному. Организм, он же такая штука, у всех он свой. Практически каждый, кто посещает Владивосток, везет домой вкусную рыбу и качественную икру. Этим набором меня уже не удивишь, признается защитник сборной Беларуси. Интервью с Женей наша съемочная группа писала во время Кубка Первого канала. Сборная глоток свежего воздуха, признается защитник. Тоже хотел, тоже ждал. Наверное, потому что немножко в Адмирале не получается у меня такое, знаешь, как-то в каком-то тупике в легком. Ну, не все получается, ну, честно. Как есть и какой-то искал, возможно, смены обстановки. Ну, посмотрим. Ну, в любом случае, давно сборной не был. Всегда здесь классно проводить время, со всеми, всех знаешь, общаешься. Домой возвращаешься. То есть, ну, хотелось. Заскучился. Хотя, если посмотреть на личную статистику Лиса, этот клубный сезон с точки зрения набранных очков один из лучших в карьере. 35 матчей, 9 баллов. Правда, его Адмирал практически обосновался в подвале Востока. До зоны плей-офф 13 баллов. Я думаю, что на сегодняшний день нужно попадать в плей-офф. Попадать в плей-офф и, ну, знаешь, другого результата я не вижу. Нужно попадать в плей-офф обязательно.